Меня зовут Рохорова, работаю я в Алиплеем 13 лет, перегистрировалась я дважды. Во второй раз я, когда регистрировалась, попала в структуру Натальи Невзоровой в городе Котласин. Там я оказалась случайно и прошла какой-то промежуток времени, но недлительное, в течение двух лет. Как раз у меня получился перерыв, что я почти не работала. Естественно, я вышла из консультантов, и когда я находилась в Котласе, мне очень захотелось снова взять в руки каталог. Я позвонила Наталье по объявлению из газетки. Она привезла мне каталог, они с мужем приехали, Саша, привезли мне каталог. Я была очень рада и сразу, конечно же, зарегистрировалась во второй раз. Живу вообще я в городе Воскресенске, Московской области, работаю в Москве, поэтому клиенты у меня есть как в Воскресенске, так и в Москве. Причем в Москве у меня уже на протяжении 10 лет, даже больше, наверное, есть два стабильных клиента, покупателя, которые все это время регулярно делают у меня заказы, причем сами не желают стать консультантами. Ну, поскольку разные причины, у кого-то там свои дела какие-то, недостаток времени, они говорят, что нет, лучше мы будем делать у тебя заказы, нас так больше устраивает. Вот, работать, конечно, всегда мне очень нравилось, нравится в Арифлейм. Я очень люблю сама эту продукцию, все 13 лет я этим пользуюсь с удовольствием, и, по-моему, я просто уже не могу без Арифлейм. Вот, поэтому сейчас я именно созрела за такой длительный период времени и решила заняться именно бизнесом, а не просто продавать. Ну, продажи по каталогам я всегда делала, и как бы особой трудности мне это не составляло. Каталоги предлагать многие, в общем, как-то стесняются, там какое-то немножко стеснение присутствует, да, вот боятся предложить каталог. Я изначально начинала работать, ну, как говорится, на холодном рынке, то есть я начала предлагать каталоги людям, которых совершенно не знала. Это были все, кто находились у меня по дороге, когда я ехала на работу. Это продавцы в основном, продавцы магазинов, салонов, в общем, там, этих торговых центров больших, аптеки, рынки и так далее. Вот, каталоги, ну, первое время, конечно, я тоже немножко смущалась, когда приходила с каталогом, я всегда представлялась, что я представитель компании Арифлейм, хочу предложить вам каталог, вот, в котором есть много интересного, с хорошими скидками на продукцию. Вот, вы знаете, как бы редко кто отказывался, в основном брали каталоги. И когда я уже получала первое, ну, собирала первые заказы и получала разносила их, естественно, я испытывала приятные моменты, немножко даже вот гордилась собой, что у меня получался контакт с людьми, совершенно посторонними, чужими, и люди шли со мной, ну, как бы соглашались со мной вести такую работу по продажам и покупке продукции Арифлейм. Ну, конечно, всегда я, когда есть возможность, потому что в основном люди на работе и не имеют времени, чтобы достаточно пообщаться с ними, но всегда при удобном моменте я тоже стараюсь довести побольше информации о продукции Арифлейм, и чтобы было людям более доступно и понятно, потому что некоторые, бывает, отказываются, но отказываются по той причине, либо говорят, что они не пользуются косметикой Арифлейм, либо некоторые бывали такие моменты, что говорили о том, что косметика им это не подходит, у кого-то аллергия и так далее. Ну, я старалась объяснить, что, во-первых, косметика гипоаллергенная, и нужно просто правильно ней пользоваться, но при этом рассказывала, как это делается, как наносится крема, как очищать кожу, как я подготавливаю для нанесения макияжа и так далее. Вот, работа эта всегда приятная и всегда с каждым, ну, как, чем больше работаешь, тем больше интереснее и больше привыкаешь к этому. Вот, недавно у меня вот такой был случай тоже в магазине, значит, зашла и я предложила женщине каталог. Она в магазине работает одежда, спортивные товары. Она такой взгляд, в общем, кинула на меня, можно сказать, недоброжелательный, и отказалась культурно от каталога, и с тем я и ушла. Потом прошло какое-то время, я пришла опять к ней в этот отдел, сделала в нее покупку и с этим ушла. Потом проходит еще какое-то время, снова я прихожу. Ну, в общем, с ней я заговорила там и предложила ей каталог. Она с улыбкой взяла у меня этот каталог, причем с таким желанием. Вот, и я ушла. Она сделала у меня заказ больше, чем на 2000 рублей. Когда я принесла ей заказ, она меня ждала, она была мне рада и сказала, я вас очень ждала. Вы знаете, говорит, всегда, когда вы приходите в магазин к нам и уходите, все тут благоухает, и сразу чувствуется фирма. Я была немножко смущена, но было мне, конечно, это приятно слышать. Я говорит, тоже так хочу. Я говорю, вот, пожалуйста, все для вас. А она заказала две воды туалетные, там много, крема какие-то, еще что-то. Я говорю, вот, пожалуйста, все для вас, будьте красивыми с Алифлейм. Вот, ну, теперь она, значит, мой клиент делает заказы у меня и всегда рада меня видеть, когда я прихожу. Поэтому, чтобы предлагать каталог, конечно, надо знать самой продукцию и в ней, конечно же, пользоваться, чтобы быть самоуверенной. Когда ты в себе уверена, знаешь, ну, знаний достаточно у тебя и достаточного опыта пользования этой продукции, тогда легко ее предлагать другим. Ну, в настоящее время, конечно, благодаря интернету сейчас вот есть возможность работать в социальных сетях. Я очень активно пользуюсь этими услугами интернета, в одноклассниках, в ВКонтакте, в основном, больше в одноклассниках. У меня очень много друзей, очень много знакомых и посетителей просто моего, ну, мои странички в одноклассниках. И вот я, значит, тоже со всеми общаюсь, предлагаю сотрудничество, рассказываю об Арифлейме. Я там создала свою группу, у меня есть группа, я стараюсь там по возможности тоже, потому что совмещаю работу с основной работой бухгалтера в фирме. Стараюсь, насколько это возможно, выкладывать туда какую-то информацию по каталогам, по новинкам, продукции. Вот, люди туда все-таки идут и смотрят. Вот, и, значит, еще я рассылаю письма, вот, рассылаю письма, где предлагаю сотрудничество в Арифлейме. Некоторые отказываются, некоторые что-то отвечают, типа, вопросы задают. Но, вот, знаете, никто категорично ничего не пишет, либо вообще, конечно, игнорируют тоже многие. Вот, некоторые там спасибо за приглашение, ну, как-то так тактично отвечают на письмо. Вот, ну, также я уже зарегистрировала несколько клиентов в интернете. Первый клиент, это у меня есть консультант, вот она сегодня тоже присутствует здесь, Валентина Помоскова. Вот, она пока не очень активный консультант, но по возможности она, как бы, тоже посещает вебинары, изучает продукцию. Ей это нравится, ей это приятно, она охотно получает знания и прислушивается всегда к тому, что вот я ей советую и даю там какие-то ей, ну, указания, может быть, даже, что ей делать нужно, чтобы двигаться как-то в направлении, чтобы добиться каких-то успехов Арифлейм. Вот, ну, что еще вам сказать? Работы, конечно, много. Я вот решила теперь тоже, значит, вести свой бизнес, потому что продажи по каталогам, конечно, это хорошо, это приятно, но, как уже Наталья вот на занятиях, на вебинарах говорила, что здесь больших денег не заработаешь. Вот, и поэтому мне захотелось, в общем-то, работать уже, как говорится, по-взрослому. Есть у меня цель, я хочу дойти до уровня директора, вот, и также тоже благодаря, опять же, моему вышестоящему спонсору Наталье Мизоровой, замечательный человек и прекрасный, квалифицированный специалист в своем деле. Я очень ей благодарна за общение, за ее влияние, ну, за все, что она помогает мне в этом. Вот, и я надеюсь, что я не подведу ее надежды, может быть, или, как сказать. И, в общем-то, я считаю, что я все-таки постараюсь дойти до своей цели. Ну вот, я также тоже поздравляю всех клиентов, всех менеджеров, директоров, всех, кто в компании Reflame, новых успехов. Поздравляю с Новым годом, желаю новых успехов в этом году.